Плеядеанские силы света. Утерянная технология исцеления Лемурии. Специальное послание звездным семенам новой Земли для немедленной планетарной трансляции. 25 марта 2021 год по каналу Майкла Лав. Плеядеанцы часто рассказывают истории, призванные поднять вас на более высокие уровни сознания. Этот световой поток закодирован, чтобы вызвать ваши древние божественные воспоминания. Информация в этом потоке данных получена из разведки секретной космической программы из данных Земного Альянса. И передается из записей Акаши, кристаллической решетки, которая содержит полную и точную запись и историю планеты Земля. В этом потоке данных нужно обработать много информации, поэтому при необходимости прочтите его дважды, чтобы его можно было интегрировать. Делайте заметки по ходу дела, и это будут триггеры вашей ДНК. Начать передачу. Великий Древние лемурийцы Самая продвинутая раса, которая когда-либо существовала на планете Земля. Будучи прямыми потомками первых 12-мерных лиранских гуманоидов, поселившихся на Земле, Миллионы лет назад, лемурийцы принесли на Землю великолепные уровни исцеляющих энергий, о которых только сейчас начинают вспоминать. Лемурийцы были изначальным человеческим обществом на планете, и они были расположены там, где изначально приземлились плеядеанцы, на вершине самой высокой горы на Земле, измеряемой от основания до ее вершины. В настоящее время это самый большой остров Гавайи, где лемурийские каноэ, ремесла, до сих пор похоронены. Гавайские старейшины скажут вам сегодня, что это родословная Гавайев, и эти старейшины учат, что именно так зародилось человечество. Эти великие существа также разошлись по многим другим землям, но ни одно общество не достигло величия лемурии. Лемурийцы обладали передовыми знаниями физики, квантовой физики, материи, светового звука, чистоты и исцеления. Они обладали многомерной ДНК, которая работала на 90% мощности и достигла универсальных уровней сознания. Перед днями Великого Потопа на Земле сияющая цивилизация Лемурия приложила все усилия, чтобы сохранить свои передовые знания для будущих поколений Земли. В те дни их универсальная база знаний о лемурийцах была передана всей лемурийской популяции, хранилась в клетках всех людей. Поэтому она передавалась генетически и была доступна потомкам лемурийцев. Эта продвинутая внеземная информация была записана в древние свитки, которые охранялись и передавались через священное лемурийское братство в 13-ю школу мистерий по сей день. В качестве гарантии это древнее знание было закодировано и сохранено в невероятных кристаллах лемурийского семени для расшифровки будущими поколениями. Когда мы говорим о лемурийских технологиях, это ни в коем случае не техническое. Это природа и это просто гораздо более глубокое понимание естественных законов и систем Вселенной. Лемурийцы были прежде всего известны своими передовыми знаниями в области исцеления с использованием различных энергетических модальностей. Храм омоложения, как его тогда называли, был местом глубокого исцеления. Методы исцеления, используемые в этих храмах, держались в секрете и были известны только особой группе лемурийцев, которые могли регулярно использовать храм омоложения, чтобы значительно продлить свою жизнь. Они были лемурийскими королевскими особами и хранителями тайн. Они пережили большинство других лемурийцев до трех раз. Но им это было необходимо, поскольку именно они обладали изначальными знаниями. Это был способ сохранить древние обычаи лемурии и сохранить в чистоте священную информацию. Внутри этих великих храмов исцеления были камеры с великолепными кристаллами, которые генерировали скалярные и тахионные волны, которые полностью исцеляли и регенерировали человеческое тело всего за несколько минут. А шаблон ДНК был бы полностью откалиброван до совершенства. Далее записано, что проводя всего три дня в одном из этих храмов, человек стал бы биологически на три года моложе. Если бы кто-то делал это каждые три года, он бы мог буквально поддерживать определенный биологический возраст почти бесконечно. Что интересно, рядом с гигантским кристаллом в каждой камере была кровать в виде стола. И человек просто лежал на этой лемурийской медбраде под экзотическими энергетическими волнами, испускаемыми гигантскими кристаллами, пока их тела не были полностью восстановлены и омоложены. Мы всегда говорим, я знаю, что был там. Но мне хотелось бы вспомнить, как все эти исцеляющие кристаллы работали с технической или продвинутой точки зрения. Что ж, вы точно помните, и мы здесь, чтобы позаботиться об этом. Лемурийцы понимали многомерную и электрическую природу кристаллов. Они знали, что кристаллы, в первую очередь кварц, могут получать энергию, хранить ее бесконечно и передавать обратно без потерь энергии. Энергия, хранящаяся в кристалле, также может быть усилена самим кристаллом, чтобы увеличить его мощность. Лемурийский кристалл – скалярная технология. Лемурийцы были мастерами чистоты и резонанса. И они знали, как работает скалярная энергия и как использовать и направлять ее силу для положительного исцеления. Скалярная энергия имеет много названий. Нулевая точка, бесконечность, энергия небытия и скаляр. Все эти термины относятся к одному и тому же способности нейтрализовать форму волны, применяя равную и противоположную ей. Как вы знаете, сила нейтрализует себя, когда есть равная и противоположная сила. В этом случае мы говорим о чистоте и ее амплитуде или ее силе. Когда мы отмеряем трехмерную часть формы волны, она забирает трехмерную энергию, но оставляет там энергию более высоких измерений, ожидая, когда мы ее используем. Энергия более высоких измерений больше не имеет цели, потому что мы забрали ее трехмерную часть. И если мы не сдерживаем энергию, она быстро рассеивается в окружающем поле. Это не значит, что мы не можем его использовать. Напротив, мы можем хранить эти специальные скалярные волны в матрице кристаллов. Лемурийцы знали, что сохраняя эту скалярную энергию в кристаллах, они могут направлять эту энергию в свои лечебные камеры и в клетки тела, которые полностью транслируют клетки положительным образом и на более высокий уровень производительности. Скалярные волны проходят прямо через объект в трехмерном пространстве, потому что он распространяется в более высоком измерении. Однако, когда мы передаем скалярную информацию через объект более низкого измерения, такой как кристалл кварца, этот объект затем принимает на себя часть скалярной передачи. Так как же изначально была создана скалярная волна, чтобы впоследствии ее можно было хранить в храмовых кристаллах для исцеления и как передавалась энергия в лемурийской лечебной палате? По мере того, как вы продолжаете пробуждаться к своим древним воспоминаниям, вы обнаружите, что кажущиеся сложными вещи всегда очень просты, естественны и легко достижимы. Любая форма волны внешней энергии может быть преобразована в скалярную волну при условии, что трехмерная часть волны исключена. Хотя лемурийцы могли послать импульсный ультрафиолетовый лазер или коллапсирующее магнитное поле в кристаллы исцеления, чтобы создать свою скалярную волну, они поняли, что мысль и намерение одни из самых мощных и измеримых энергетических волн во Вселенной, которые можно легко сохранить. В своих кристаллах, поэтому жрецы лемурий постоянно посылали мощную целительную энергию в эти гигантские храмовые кристаллы. Внутренняя отражающая геометрическая решетка кристалла автоматически нейтрализует трехмерную часть поступающей энергии, преобразовывая ее в скалярную волну. Используя свет в качестве примера скалярной энергии, мы можем увидеть, как свет будет отражаться взад и вперед, внутри граней, перемещаясь по кристаллу по мере движения. Поскольку свет преломляется, определенный процент света выйдет из фазы исходного луча и погаснет. Именно здесь генерируется скалярная энергия или энергия нулевой точки. И поскольку компенсация происходит внутри священной геометрии кристалла, она также сохраняет скалярную волну внутри кристалла. В то время, как кристаллы естественным образом передают накопленную энергию, лемурийцы ускорили этот процесс, вырезая точные геометрические формы на внешней стороне кристаллов в своих исцеляющих храмах. И подобно гигантским отражающим зеркалам или антеннам, храмовые кристаллы излучали исцеляющие скалярные волны из своих внешних граней с большей силой в камеру и на лечебное ложе. Гигантские грани кристаллов были вырезаны с использованием точных измерений золотого сечения, чтобы максимизировать генерацию и преломление скалярных волн в храмах омоложения и исцеления. Важно отметить, что исцеляемый человек также был введен в состояние глубокой медитации, целенаправленного исцеления, лежа на древней лемурийской медицинской кровати. Вы недавно заявили о своей искренней просьбе об исцелении Вселенной. И как мы уже говорили, Вселенная готовит путь для вашего исцеления. Даже сейчас и вы увидите, когда все будет сказано и сделано, вы будете исцелены. Вот почему вы приходите получать свет. И мы увидели, что ваше сердце чисто. И теперь вы готовы полностью исцелиться. Просто думать об исцелении. Это большая часть исцеления. И вы уже движетесь в правильном направлении. Давайте заставим вращаться эти исцеляющие колеса. Поскольку вы изначально работали в великих лечебных храмах Лемурии, возможно, это вас может вдохновить на воссоздание своей лемурийской лечебной палаты, соединив вместе несколько природных вещей. Вот некоторая полезная информация, которая исходит непосредственно из вашего прошлого. Все кристаллы кварца создают исцеляющие скалярные волны. Однако, как вне достичь той силы и результата, которые были у нас в Лемурии? Вот как. Чем больше кристалл, тем мощнее эффективная скалярная волна для вашего исцеления. Чем выше сорт кварца, тем большую мощность имеет этот процесс. Разве не интересно, что сегодня большой кусок высококачественного кварца может стоить тысячи и миллионы долларов? Вот некоторые технические советы прямо из лемурийских записей. Используйте 5 или 10 меньшего по размеру высококачественного кварца вокруг вашей лечебной камеры, так, как все части работают в тандеме и так же, как один большой кусок той же массы. Как мне создать энергию намерения 10 поющих лемурийских монахов, посылающих свою объединенную и очень высокую сознательную целительскую энергию в кристаллы? Ответ. Соберите группу звездных семян с высокой вибрацией на 1 час, сосредоточьтесь и направьте эту энергию намерения в свои исцеляющие кристаллы. Это может работать на расстоянии даже через интернет, а также до тех пор, пока энергия сосредоточена в определенном месте и на определенном объекте. А как насчет точно ограненных граней золотой середины на внешней стороне кристалла, используемых для отражения, фокусировки и усиления? Самое близкое, что у нас есть сегодня к оригинальной лемурийской огранке, это кристалл фогеля. С учетом сказанного, очень важно использовать кристаллы природного кварца высокого качества в вашей лемурийской лечебной камере. И поскольку было бы трудно огранить их как фогель, поместите фогели между натуральным кварцем и телом исцеляемого человека. Кварц использует передачу энергии и автоматически соединится с фогелями, которые усиливают и направляют скалярную энергию в ваше тело с гораздо большей мощностью. О, мы хотели бы упомянуть другое название скалярной волны. Это волна Тесла. А скалярная энергия – это мистическая энергия, с которой Николай Тесла сотворил всю свою магию. Техники исцеления, используемые в лемурийских храмах, называются лохочи 13-й октавы, которые изначально были принесены на землю плейдеанцами. Целью лохочи является прежде всего исцеление сердец. Это лемурийский путь и все остальное следует из этого. Великие члены Земного Альянса и секретной космической программы недавно получили разрешение публично говорить о некоторых проектах и некоторых экзотических технологиях. Если вы присмотритесь, то заметите, что уровень раскрытия информации от инсайдеров за последнее время увеличился почти в 100 раз. Это раскрытие было санкционировано самими инопланетянами и это раскрытие обычно направляется только через каналы, которые достигают только тех, кто готов его получить. С учетом сказанного, вот вам немного информации. Современные кровати для лечения скалярными волнами. Также, как и древние лемурийцы создали первые лечебные кровати со скалярной энергией, в своих великих хрустальных храмах исцеления современные люди построили современную версию этой лечебной кровати для использования в настоящее время в секретной космической программе, которая работает аналогичным образом. Современная скалярная волновая система работает по тому же принципу, за исключением того, что она использует искусственный интеллект, квантовый компьютер, маломощную лазерную систему и внешнее электромагнитное поле для генерации исцеляющей скалярной волны. Для дополнительной функциональности современная кровать также оснащена системой компьютерной графики 10К и голографической проекционной системой и может даже производить 3D-печать органической ДНК из личной базы данных ДНК. Эта супертехнологическая медицинская кровать может буквально воссоздавать недостающие органические части тела и соединять их с телом за считанные часы. В эту современную модель также встроена система автомайзера ДНК, которая может в короткие сроки воссоздать все ваше тело. Другое дело ваше сознание. Однако поскольку сознание подобно жидкости, его можно перемещать из одного тела в другое. Может быть теперь мы понимаем, почему хорошо хоть немного держать определенные вещи в поле зрения общественности. Также очень важно учитывать безопасность и надежность при раскрытии определенных экзотических технологий и следить за тем, чтобы вещи использовались только таким образом, чтобы приносить пользу другим. Технология для этой современной медицинской кровати была получена на основе разработанных ранее технологий и некоторые из них были переданы этим группам непосредственно самими лемурийцами. Лемурийцы очень живы и здоровы. Прямо сейчас они обитают в изумительных высоких вибрационных городах света внутри Земли. Давайте подробнее рассмотрим эту невероятную скалярную энергию. Скалярная энергия это энергетические волны, которые занимают пустое пространство между атомами по всей Вселенной. Это в основном энергия, которая остается, когда все другие источники энергии удалены. Некоторые называют это темной материи, которая составляет 70% Вселенной. Скалярные волны это не локальные частоты, то есть они не движутся в определенном направлении. Фактически они везде одновременно. И они даже не ограничены пространством и временем. Одним из примеров того, что передает и принимает эту скалярную энергию, является ДНК. Скаляр это магическая энергия, которая опутывает вне зависимости от пространства и времени. Скалярные волны способны проходить через твердые объекты без уменьшения энергии или потери напряженности поля, даже через свинец, твердую сталь, твердую породу. Скалярные волны способны имплантировать или формировать свои положительные сигнатуры на твердых объектах, тем самым трансформируя их и увеличивая энергетические структуры этого объекта. Скалярные волны, применяемые к более низким частотам колебаний, нейтрализуют отрицательный заряд и позволяют мгновенно изменить эту частоту на что-то более положительное и иное. Скалярные волны, кажется, обладают более высоким собственным сознанием, чтобы легко вносить эти положительные изменения. Они исходят из ваших намерений, что означает, что они программируются вашим сознанием. Жирным текстом. Это очень важно. Энергия скалярных волн может восстанавливаться и восстанавливаться бесконечно. Это важно. Потому что, когда скалярные волны применяются к человеческому телу для исцеления, они также обладают способностью регенерировать и восстанавливать человеческое тело одновременно без потери энергии. Другими словами, как только положительные заряды имплантированы в кристаллические клетки тела, они могут сохраняться бесконечно. Современный термин для скалярной энергии это просто энергия Тесла или волна Тесла. Волны Тесла представляют собой основу квантовой механики или негерцовской энергии без частот или называются стоячей энергией или космическими волнами или энергиями нулевой точки. Скалярные волны также называют продольными электромагнитными волнами. Волны Тесла или скалярные волны исследовались на протяжении десятилетий на многих различных живых организмах от растений до животных, а теперь и на людях. Снова и снова было доказано, что они положительно изменяют живые клетки, увеличивая их способность производить энергию для остальной части тела организма. Было показано, что в растениях они редко увеличивают уровень АТФ, аденозитрифосфат, молекула энергии жизни, омолаживая и замедляя процесс старения. Когда эти частоты скалярных волн заполняют и активируют кристаллические структуры в наших телах, они мгновенно начинают заряжать клетки регенерирующей энергией и помогают клеткам начать самовосстановление. Это означает, что на клеточном уровне и на уровне ДНК происходят положительные изменения и это заставляет клетки тела воспроизводиться с надлежащей информацией, чтобы они были здоровыми, активными и целостными. Скалярные волны одни из самых важных энергий, с которыми мы можем работать, поскольку они работают в многомерном пространстве. Они могут быть созданы естественным или искусственным путем. Скалярные волны работают лучше всего в сочетании с намерением или кристаллами. И то, и другое использовалось в храмах омоложения Древней Лемурии. Первичный лечебный эффект скалярных волн. Основное влияние, которые скалярные волны оказывают на систему человеческого тела, заключается в том, что они повышают уровень напряжения всех клеток, пока они не достигнут оптимального функционального уровня. Основным участником исцеления в Древнем Лемурийском храме было придать оптимальную жизненную силу телу, применяя кристальные волны. Говоря современными, научными и электрическими терминами, мы бы сказали, что наша основная цель исцеления придать клетке оптимальное напряжение с помощью скалярных волн. Было показано, что энергия Тесла или скалярные волны увеличивают уровень энергии каждой отдельной клетки тела до идеального диапазона от 70 до 90 милливольт. Современная наука постоянно доказывает, что все болезни и недуги происходят из-за низкого уровня энергии или напряжения клеток. Теперь давайте воспользуемся более современными терминами, чтобы запомнить больше наших лемурийских знаний. Вместо слова напряжение давайте использовать термин PH, который относится к щелочности крови. Вот так PH соотносится с напряжением. Напряжение плюс 400 милливольт, 0 милливольт, минус 400 милливольт. Нашим элементам требуется 25 милливольт энергии для правильной работы и 50 милливольт для создания новых элементов. Это может ничего не значить для вас, потому что можно сказать по-другому. Нашим клеткам нужен PH, показатель кислотности или щелостности от 7,35 до 7,45. Уровни PH можно анализировать, изменяя напряжение в жидкости. Поддающийся изменению факт, что все раковые заболевания возникают ровно при плюс 30 милливольтах. Секрет исцеления заключается в PH тела сокращении от потенциала для концентрации ионов водорода. Но кроме того, скалярная энергия корректирует всю систему почти мгновенно, повышая напряжение всех клеток тела сразу до оптимального уровня. Именно эта технология исцеления лежит в основе экзотической регенеративной лечебной кровати со скалярными волнами. Как вы знаете, очевидно, что вы можете делать другие вещи, чтобы поднять PH своего тела, и мы не можем сказать вам, насколько это важно. Причина низкого напряжения элемента или низкого уровня PH кража электронов. Примером этого может быть нездоровая свободно радикальная клетка, которая ищет ничего не подозревающую здоровую клетку, чтобы украсть ценный электрон. Решение состоит в том, чтобы добавить больше доноров электронов. Пока вы снова не ляжете в сияющих, исцеляющих лучах своей скалярной медицинской кровати, вот несколько простых естественных способов добавить доноров электронов, чтобы поднять уровень напряжения в ячейке до оптимального. Электроны можно получить из многих источников, в том числе антиоксиданты, такие как витамин С и глутатион. Следующее. Лазеры низкого уровня, эфирные масла, гемопатические средства, заземление и щелочная вода, цитрусовая морская соль, уксус. Находиться в проточной или движущейся воде. Следующее. Дальние ультрафиолетовые лучи. Следующее. Гамма излучения. Следующее. Необработанные продукты. Следующее. Зеленые листовые овощи, спирулина и так далее. Алкалиновая вода. Бикарбонат, натриевая пищевая сода. Солнечный свет. Работа или стояние в почве. Свежий воздух, ветер, океан и так далее. Упражнение. Употребляйте розовую гималайскую соль. Содержит 4 микроэлемента. Ванна с морской солью, солнце, сон. Ешьте легкую энергетическую пищу, заземление, земля. Звучит знакомо. Не забывайте свои кристаллы и время для медитации каждый день. Я хочу раскрыть информацию прямо сейчас. Когда я смогу получить медицинскую кровать. Что ж, у вас могут быть разные части прямо сейчас. Предлагаем вам узнать, как соединить все части вместе. Некоторые доступные и производные технические устройства. В первом комментарии, закрепленном, они перечислены. Просто начните исследовать эти устройства и узнайте, на что они способны. они настоящие и они работают. Эти вещи довольно дороги, но также были мобильные телефоны, компьютеры, когда они впервые появились и цены снижаются каждый месяц. Эти предметы должны продаваться среди населения как обезболивающие, однако это даже близко не к тому, на что они способны. Посмотрите на эти устройства с точки зрения высшего сознания и из альтернативных источников, увидеть, что они на самом деле и на что способны. Космодическое устройство использует истинный искусственный интеллект и, как говорят, он имеет форму живого сознания, когда касается тела. Другие доступные технологии примечания. Эта технология в основном используется медицинскими специалистами в эстетической индустрии, но становится все более доступной для широкой публики. Наше естественное замечание подходить к этим вещам ответственно, разумно, позитивно и сознательно исследовать правилам. Для некоторых из этих технологий не зря требуется медицинская лицензия. В первом комментарии перечисления. Великие, каждая система, встроенная в эти удивительные медицинские кровати также была встроена в вашу удивительную биокомпьютерную систему тела и ваше тело обладает уровнем встроенного интеллекта. Системы вашего тела невероятно развиты, хорошо продуманы и запрограммированы невероятным разумом на исцеление и омоложение с использованием естественной скалярной энергии окружающего его эфира. Итак, вот Плеядеанское соглашение. Технология скалярного исцеления была изобретена много веков назад продвинутыми инопланетянами. Следующее. Их технологию довольно просто воссоздать, поскольку она вообще не техническая. Следующее. Современные медицинские кровати постепенно раскрываются секретной космической программой и правительствами и в конечном итоге они станут общедоступными. Следующее. На самом деле инопланетяне недавно попробовали, чтобы эта информация была раскрыта тем, кто к этому готов. Это время настало и это сообщение само по себе является формой этого раскрытия. Компоненты кровати продаются индивидуально как уменьшенные в масштабе устройства для общественного здравоохранения красоты обезболивания. Всякая дисфункция в организме происходит из-за низкого напряжения клеток или уровня PH и основная функция скалярного медицинского ложа поднять напряжение этого элемента до оптимального уровня. Вы также можете поднять напряжение элементов 20 другими естественными способами. Ваше тело уже встроены все системы современной медицинской кровати и она была помещена туда намеренно с помощью очень умного и доброжелательного программирования. Великие, многие из вас помнят древние лечебные камеры Лемурии и большинство из вас отправлялось во время сна, чтобы полежать несколько часов в инопланетной палате исцеления и моложения. Ваши древние глаза открываются все больше и больше. И теперь к вам возвращается информация о том, как работают все ваши технологии. По мере развития вашей ДНК вы обретаете интеллект и ваше сознание расширяется до уровней где-то, что раньше казалось невозможным. Теперь внезапно кажется довольно простым и возможным. Вы получили свет, дорогие, и теперь вы полны света. Медитируйте над сказанным здесь и вы увидите, как в вашу жизнь и ваше тело приходят новые уровни исцеления, которых раньше не было. Вы послали во вселенную свое намерение исцеления и оно было услышано и получено. Теперь вы начнете лечиться и выздоравливаете. Спасибо за духовную работу, которую вы выполняете и за то, что вы пришли на землю, чтобы помочь в это время. Сообщите нам, помните ли вы свое время, проведенное в великолепных древних лемурийских храмах исцеления. И если вы и по сей день астрально путешествуете в высшие лечебные палаты во время сна. Божественные благословения и успехов! божественная defending против древних лечебных лечебных стрим. Божественное